Слово о блаженном Аврааме. Видели ли вы юную седину и цветущую старость? Видели ли вы мужественного ротоборца, боровшегося с природою и своим сердцем? Видели ли мужа, который в глубокой старости крепче Адаманта? Ослабела крепость его тела, но крепко сила его веры. Таковы дела служения церкви, что слабость тела нисколько не вредит бодрости веры. Дряхлая седина, соединенная с окрыленной верою, служит украшением церкви, и этому особенно радуется церковь. Во внешних делах старец бесполезен и ни к чему не способен, но во всем заслуживает извинения, по слабости своей не имея возможности быть полезным в делах необходимостей. Например, старец не может не выходить на войну, не сходить на коня, не бросать копья, не обращать счета, не переносить зное солнца, не выносить продолжительности путешествия, не терпеть жестокости, голода и тяжести тревог, но сидит в спокойном месте, находя себе оправдание в седине. Тоже можно видеть и на кораблях. Старец не может не управлять кормилом, не рассекать морей, не действовать веслом, не поднимать парусов, не бороться с противными ветрами, не переносить жестокости холода, не делать чего-нибудь другого подобного, но сидит в корабле, находя себе извинения в возрасте. Тоже можно видеть и у земледельцев. Старец не может не влечь плуга, не проводить борозы, не укращать коней, не удерживать силы мощных валов, не выносить жара и сильного зноя и тяжести заступа или чего-нибудь другого нужного в земледелии, но сидит дома, находя себе оправдание в седине. А дела церкви не таковы, но когда состаривается живущее добродетельно, тогда они становятся наиболее полезными, потому что здесь требуется не крепость тела, но сила веры. Таков был Авраама, слабевший по телу, но сильный по вере. Он был стар, но в глубокой старости боролся с природой и возник великие трофеи победы. Был стар, но оказался крепче железа и тверже Адаманта. Когда он был в юном возрасте, то не сделал ничего столь славного, но когда прошло время этого возраста, тогда он возник трофеи победы. Он был в глубокой старости, но старость не была для него препятствием. Поэтому и Бог, зная твердость его, является ему и говорит, «Выйди от земли твоей и от рода твоего, от дома отца твоего, иди в землю, какую я покажу тебе». Бытие 12.1. Авраам послушался этих слов, хотя уже был стар и слаб телом, и не сказал сам себе, «Куда пойду я в глубокой старости? Как оставлю дом отца моего и землю, в которой я родился, где у меня обилие богатства и знатные родители, где у меня драгоценное имущество и приятное общество друзей?» Конечно, при настоящем случае он печалился, но не ослушался. Как любящий отечество он жалел оставить его, но как любящий Бога повиновался и послушался. И удивительно то, что Бог даже не сказал ему, в какое место идти, но умолчанием названия испытывал волю его. Если бы Бог сказал ему, «Я отведу тебя в землю, текущую медом и молоком», то показалось бы, что Авраам не голоса Божия послушался, но предпочел одну землю, другой. И так Авраам вышел, не зная, куда он идет. «Видишь ли седину, почтенную по делам? Таковы, как я прежде сказал, наши дела. Ни бессилие старости не ослабляет их, ни время не разрушает их, потому что эта седина не в телах, а в душе. Поэтому здесь и нет старости». Таким образом, Авраам вышел, не взяв с собой ничего, но еще живя в шалашах, и не предавался ни вере, и не унывал, потому что имел верный залог, голос звавшего. Он был бесплоден и не имел детей, равно как и Сара, жена его, но по обетованию получил сына Исаака. Когда отказывала природа, когда даровала, тогда даровала благодать. Он получил достойную награду за послушание, но наперед, не зная этого, потому что если бы он знал, то не сделал бы ничего достохвального. А дабы тебе убедиться, что он повиновался не для этой награды, посмотри, как он и тогда, когда получил повеление за клать сына, не противится повелению, но отвергает природу и предается любви к Богу, попирает свою утробу и не отступает от призвавшего его. Что же сказал ему Бог? 22.1.2. И было после сих искушений, происшествий, Бог искушал Авраама и сказал им, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Муриа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Бог даже не объявил ему горы и умолчанием о горе, поверк его в большее уныние. Однако ничто не смутило Авраама или лучше смутило его, как имевшего человеческие чувства, но не довело до греха, он обуревался волнами, как отец, но не утопал, как любящий Бога. Внутренность его горела, но вера победила. Не говори, что Авраам нисколько не страдал. Представь, в каком он горел в пламени, терзаясь внутренне, и посмотри на его любомудрие. Он даже Саре не сказал о том, опасаясь, чтобы она не воспрепятствовала совершению таинства. Если бы он сказал ей, то она, вероятно, стала бы удерживать его и сказала бы, куда ведешь ты сына своего, которого я получила сверхчаяние, которого получила за страннолюбие, которого Бог даровал мне в глубокой старости. Куда ты ведешь его? Куда берешь его? Никто не являлся тебе. Как может, чтобы Бог явился тебе и потребовал сына, который он дал сверхчаяние мне? Сам даровал и сам же отнимает. Если он дал его для того, чтобы отнять, то лучше было бы, если бы не давал, потому что нестойко тяжело не иметь, сколько получить и потерять. Представь Сару, разгорячившуюся, воспламенившуюся и растрогавшуюся по побуждению природы, утробу ее терзающиеся и сердце ее волнующиеся. Женщина чувствительна к этому, и чем она была нежнее и чувствительнее, тем более она стала бы возражать Аврааму и воспрепятствовала бы жертвоприношению, и таинство не совершилось бы. Чего в самом деле не сделала бы Сара, чтобы отнять сына своего? Она не могла бы допустить, чтобы сын, рожденный сверхчаяния, был умершлен, чтобы сын, дарованый ей с самой старости, был заклан, чтобы руки отца совершили где-то убийство, не перенесла бы этого Сара, но произвела бы великую ссору с Авраамом, а за ссорой неизбежно последовала бы какая-нибудь хитрость, а хитрость воспрепятствовала бы совершению таинства. Потому Авраам и не сказал жене, чтобы не произошло противоречия, чтобы от противоречия не дошло дело до ссоры, чтобы после ссоры не случилось раздора за сына, чтобы вследствие раздора за сына не замедлилось исполнение обещания, чтобы в случае замедления в исполнении обещания не употреблено было какой-нибудь хитрости, чтобы от хитрости таинства не осталось несовершившимся. 787. Но любомудрый Авраам, этот ртаборис, сражавшийся с природой, боровшийся со своим сердцем, вооружавшийся против природы, не ослушался, но повинуясь по велению Божию, выслушал призвание и тотчас взял сына. С удовольствием останавливаюсь я на этих словах. Принеси мне во все сожжения, говорит Господь. И взял Авраам, Исаака, и осла, и двух рабов, и отправился. Потом, когда не дошли до некоторого места, он говорит рабам, останьтесь вы здесь, с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Здесь Авраам невольно произнес пророчество при помощи божественной благодати. Ты идешь за клави, сына твоего говоришь, возвратимся. Так, стараясь скрыть это намерение от рабов, он делается пророком. И положил он дрова на плечи Исааку, и взял огонь, и нож пошел на гору. Что же Исаак говорит отцу? Сказал, отец мой. Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит в себя агнец для всесожжения, сын мой». И шли дальше оба вместе. Вот и второе пророчество. Не могу ни слова пройти, ни действия оставить без внимания. Представь, какие имена, имеющие скоро потерять свое существенное значение. Тот называет его отцом, а он называет того сыном. В то время они были действительно именами, но потом имели потерять значение. Представь же, что чувствовал Авраам, когда Исаак, которого он намеревался закладить, назвал его отец? Как не распались его колена? Как не сокрушились его члены? Как он не смутился в уме, услышав это от сына Исаака? Однако он поднял и связал Исаака и взял нож в правую руку, чтобы закладь сына своего. О, десница вооруженная против сына! Не знаю, как изобразить словом это событие. Как не оцепенела рука? Как не выпал нож из руки? Как он весь не ослабел и не изнемог? Как он мог стоять и смотреть на связанного Исаака? Как он точно же не пал мертвым? Как продолжали служить ему нервы? Как оставался в действии ум? Не знаю, как изобразить словом это событие. Вы, отцы и матери, соберитесь все, прострите руку, помогите моему слову, это дело превышает мои силы. Простите мне и подайте помощь сами. Часто Иной имеет пять или шесть сыновей и дочерей, но когда один из них сделается болен, то отец ходит около его постели, целует глаза сына, ласкает его руки, считает день, ночью и свет мраков, не потому, что вы изменили стихии, но потому, что горе, стечали не позволяет ему наслаждаться ими. Расстилаются мягкие постели, плоды больного сияют врачи и множество прислужников. Отец весь, совершенно изнывает. Имеет ли он великое богатство, оно становится ненавистным для него. Имеет ли множество забот, оставляет их всех, не силой будучи ободриться от удручения скорбью. И весь мир кажется ему страждущим, не цельной, а этой болезнью. Равным образом и мать ходит вокруг, растерзанная, смущенная и вся в пламени. И вся средство разделить болезнь сыном, или лучше принять на тебя всю ее, чтобы страждущее дитя избавилось от болезни. Ничто для нее настоящая жизнь, ничто для нее будущее. Но всего этого дороже представляет ей, как бы принять на себя всю болезнь сына. Не знаю, как изобразить такое страдание. Представь и же Евраама, чувствующего то же самое, и однако любомудрствующего, и повинующегося поспелению. Он попирал в природу, и повеление Божие было могущественнее его сердца. Он чувствовал, как человек, что и прежде сказал я, по-любомуудрствовал, как любящий Бога. И нужно было видеть Исаака, мученика живого, и уже не живого, умершего и еще не умершего. По намерению отца он умер, а по человеколюбии Божией не умер. Он был прообразом и подобием владыки. Прообраз совершился, а за ним последовала истина. Затем Исаак связывается, но не заколается, потому что свыше не шел голос, исполненный милости и человеколюбия, и удержал правца, который был весь устремлен и готов на заклание. И сказано, Авраам, Авраам, он сказал, вот я, ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Довольно совершил тип прообразование. Пусть последует истина. И скрывая свое намерение от рабов, Авраам пророчествовал, а теперь он видит истину, сбывающуюся по словам его. Что именно он говорит? 22.5. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Сказал он не то, что имел в уме, но случилось так, как сказал, а не так, как он думал. Рабов он оставляет для того, чтобы не быть принужденным поступить против воли Божьей, чтобы они не подумали, что он как старец, одержим какой-нибудь старческой болезни, и не стали удерживать его стремление к жертвоприношению, говоря, что ты, господин, делаешь? Неужели ты хочешь заквать сына рожденного в обетовании, возлюбленного, благодаронного, питателя старости, наследника, преемника твоего, сына стары? Рассуди, что ты делаешь, посоветуйся с супругой, участницей рождения, претерпевшей болезни рождения сына. Закали прежде нас, а потом сына. Но мудрый старец не берет с собой рабов, которые могли помешать ему, и заставляет саму жертву нести дрова, чтобы она служила парообразно спасителя, несущего крест. Неся их и беседуя, сын трогает сердце отца, но не отхоняет его от любви к Богу. Что он говорит? Отец! Представь, каково было за слово Отец! Ведь и мы, когда хотим заколоть ягненка или какое-нибудь другое животное, и слышим его блеющего, вызывающего, нам тихим, хотя и не пенораздельным голосом, жалеем его и оказываем сострадание. Представь же, что сделала бы эта овца, если бы сказала слабому человеку, отче, вот огонь и дрова, а где же жертва для всесожжения? А здесь сам говоривший был в мыслях отца этой овцови, побуждавший в жреце сострадание. Авраам не учился у Христа, который говорит, кто любит отца или матери, или сына, или дочь, более нежели меня, не достоин меня. И между тем подражал отцу, о котором сказал, который сына своего не пощадил, но отдал его за всех нас. Где есть жертва овца? Благоразумно спрашивает сын. Что же говорит ему отец? Богу смотрит тебе жертву о сожжении чада, не слугу, а сына. Этот был единородный и Бог единородный. Этот нес на плечах дрова и Христос нос на плечах крест. Этот, не сделав никакого греха, имел быть заклан, и Сын Божий, не сделав никакого греха, был распят. Этот был и заклан, и не заклан. Единородный Сын Божий был и заклан, и не заклан, И умер, и не умер. Этот по намерению умер, а в окончании события не умер. И Сын Божий по плоти умер, а Божество его осталось бесстрастным. 790. Бэв, намереваясь совершить великое дело между людьми, всегда предупреждает и предначертывает его в тени, дабы, когда явится истина, они не усомнились в ней, чтобы, имея в виду предшествующий образ, не остались неверующими истины. Например, Пресвятая Дева имела родить. Дело было невероятное. Как Дева родить, вопреки закону природы? Такое рождение не в порядке природы. Кто от века видел, чтобы Дева родила? Поэтому, чтобы иудеи не впали в великое неверие, Бог предупреждает и предначертывает эту истину в Сарве, чтобы, когда у них родится недоумение, как родила Дева, они, вспомнив, сказали лучше, как родила Сарра, или еще лучше, как родила девственная земля. Луга еще не было. Земледельца, который бы возделал ее, не было. Дождь не сходил, трава на ней не произрастала, борозы на ней проведенные не были. Она была не возделана, не принимала в себя семян. Роса не увлажняла ее, скажи же мне, как она, быв девственную, произрастила бесчисленные роды растений. Ты не можешь изъяснить этого события, но говоришь, так угодно было Богу. Таким же образом рассуждай и о Деве. Когда у тебя рождается недоумение, то старайся не исследовать того, что совершает Бог. Не спрашивай, сообразно ли то с природою, когда действует Творец природы. Не любопытствуй, он сказал, да произрастет земля. И тотчас это слово проникло в недра земли, возбудило ее к рождению, и девственница рождает. Сначала было произнесено одно слово, и произросли бесчисленные воды, растения, роды. И земля получила свое украшение через это слово. И нужно было видеть, как земля пришла в движение, как явились птицы, рыбы, земные животные, луга, цветы, деревья, виноград, маслина и бесчисленные роды растений, ранов, приносящие плоды и пользник, находящихся на полях, при море, при озерах, при реках, при источниках, на горах. Действующим было одно слово, и земля получила свое благолепие. Как это? Объясни мне, иудеи. Но ты не можешь. Видишь ли, как заблуждение не спровергается само собою. Слушай же внимательно. Когда Бог, как я сказал, намеревается совершить какое-нибудь дело, которое для людей может показаться невероятным, то предварительно представляет его образ и тень, чтобы истина, явившись внезапно, не повергла их в неверие. Так надлежало прийти Сыну Божию и крестить род человеческий, умертвить ветхого человека, обновить желающих это, потопить грех, возвратить благословение, уничтожить проклятие, даровать оправдание и сделать людей ангелами. Ему нужно было принять блудного и сделать его Сыном, как Он и сделал. Нужно было взять недостойного земли и сделать его достойным неба. Это было великое для многих невероятное чудо. Как одна и та же сущность умертвляет человека и оправдывает, истребляет грех и возвращает истину. Поэтому, дабы иудеи не говорили, что учение христианское есть басня, как может, например, одна и та же вода и умертвлять и оживотворять. Как она, будучи одной водой, может производить два действия, что предварительно совершает Бог, чтобы обличить бестрица иудеев. Сыны Израиля в Египте изнемогали от трудов. Угнетенные деланием кирпичей и другими работами с плачем и воплем взывали, «Кто избавит нас от рабства египетского?» «Погибаем мы, погибаем от тяжких трудов!» Что же, Бог услышал их и посылает Моисея, вооружив его знамениями и чудесами. Моисей пришел и принес казни на фараона, навел войско с злой саранчи, повелел мошке, и она явилась, воду превратил в кровь, произвел воспалительные струпы на людях и четвероногих. Потом, когда фараон после этих казней не поклонился и не покорился Богу, Бог навел, наконец, смерть на первенцев. Затем скажу кратко, потому что нужно сократить речь, дабы, распространяясь об этом, не оставить неисполнимого обещания. Они вышли из земли египетской и пришли к морю. Фараон погнался за ними со множеством колесниц и коней. И когда израильтяне увидели это ополчение, то устрашились. Уже пришли они на берег моря и говорит Богу Моисею, «Что ты вопиешь ко мне?» Хотя Моисей ничего не говорил. «Но я Бог, который слышу не только то, что происходит из уст, но зная и то, что в сердце, дабы ты знал, что молитва стоит не в воплях, а в душевном настроении. Что вопиешь ко мне?» Пуста Моисей не говорил, но сердце взывало. «Молитва должна быть от доброго сердца, а не состоять в сильном вопле. Что вопиешь ко мне?» «Постри жезл, который в руке твоей на море, и пройди ты, и весь Израиль». Простер Моисей жезл, который был в руке его, и ударил по воде, и бурные потоки вод обнажили сушу, забыв о своей природе. Когда повелевает Бог, то эта стихия забывает о собственной природе и обузывает свои деятели. Море, как преданный раб, увидев служителя Господня, повиновалось и покорилось из благоговения не к сухому дереву, но к тому, кто имел быть распят на древе. Оно видело образ и тотчас уразумело истину и отступило. «Пройди, говорит Бог, ты и весь народ Израильский». И прошел он сам и весь Израиль. А за ними последовали египтяне, преследовавшие их, фараон и колесницы его, и всадники. Потом, когда сыны израильские прошли, вода надвинулась и покрыла египтян. «Скажи же мне, Иоизея, спрашивающий, как вода в крещении производит два действия? Одного умерщвляет, а другого оживотворяет. Скажи мне, как то море, будучи одно по своей природе, одним даровало жизнь, а других умертвило? Одних потопляло, а для других сделалось путем, хотя одни и те же были бурные потоки вод. Как он одних, оно почтило, как рыб, а с другими поступило, как враг? Объясни мне это, иудеи, не верующие к кресту. Как одна и та же вода этих умертвила, а тех спасла? Одна была вода, одно море, но одним оно и ноги не омочило, а других и следа не оставило. Но взяв их, всех покрыло водою, так что море сделалось общим гробом для всего народа египетского. Скажи же, как это случилось? Видишь ли, как предшествовала тень, чтобы поверили истине? Как это было тенью, а то истиной? Это тень, а то самое дело. Видишь ли, что, как я сказал, когда Бог намеревается совершить какое-нибудь необычайное дело, то предварительно прообразует его и предначертывает в тени, чтобы таким образом прообразованная истина была удобо приемлемою. Впрочем, образу необходимо быть несовершеннее истины. Если бы он был вполне совершенным, то он был бы уже не тенью, но истинною. Тень предшествует, а потом приходит истина, скрытая в тени, и является чистым предметом. Итак, это был образ, а то самое дело, подобное тому и с агнцем. Вселенной надлежало освободиться и избавиться от клятвы кровью Христовую. Так как это опять чудо великое и невероятное для несмысленности души иудеев, то Бог предустрояет и прообразует посредством агнца. Когда он намеревался умереть первенцев египетских, то дабы не были умерщвлены вместе и первенцы сынов Израилевых, что он делает? Дабы ангел погубляющий, говорит Моисей, не погубил вместе и первенцев сынов Израилевых, то что? Говорит ему Бог. Объяви сынам Израилевым, чтобы взяли агнца непорочного, мужеского пола, однолетнего, по семействам их. Если же их будет недостаточно, то пусть сосед призовет соседа и родственник призовет родственника. И таким образом взяв агнца, агнца непорочного, мужеского пола, однолетнего, закалите его, говорит Парадам и семействам, мясо его съешьте, испеченное на огне, и ничего пусть не останется от него, а кровью его помажьте пороги ваши. Ешьте же, говорит, припоясавшись под креслом, сапогами на ногах ваших, это признак путника. И светильниками зажженными. Почему? Потому что наступала ночь. А почему вы должны есть так, как путники? Почему? Я скажу. Это и ради образа, и ради истины. Так как фараон неоднократно был поражаем и не отпускал их. И Моисей говорил им, сегодня он будет поражен и отпустит. И однако он, будучи поражаем, не отпускал. Девять раз был поражаем и не отпускал. Но в десятый имел отпустить их. То он и говорит, примите вид путников, потому что после того, как вы съедите, у вас не будет ничего общего с Египтом. Возьмите же, говорит, агнца, непорочного мужеского пола, однолетнего, и закалите его, и помажьте кровью его пороги ваши, дабы проходящий ангел. Если не ради людей, то ради образа этой крови пощадил ваших первенцев. Это сделано было не для ангела, но ради крови, спасшей меня. Потому что разве не мог ангел различить иудеев от египтян, различавший первенцев? Разве не мог различить египтян и евреев? Итак, когда иудей станет укорять тебя, как ты надеешься на кровь? То и ты скажи ему, неужели ты не стыдишься, бесстыдный? Ты был спасен кровью агнца, и я ли не спасусь кровью Господа? Так иудей, вкусив, спешил освободиться из Египта. И ты, христианин, вкушаясь, спеши освободиться от мира. И Павел так увещевает тебя, облекитесь в броню праведности, обойте ноги в готовность благовествовать мир. Там обувь, и здесь обувь. Там жезл, здесь броня. Там Моисей, как для путников, здесь Павел, как для воинов. Те шли из земли в землю, и потому они путники, а я иду от земли на небо. И потому я воин. Почему? Потому что враги воздушные нападают на меня в пути, бесы встречают меня. Для этого я имею открытое дерзновение, для этого броню правды, для этого припоясание истинною. Я не только путник, но и воин. Узкий, тернистый путь, ведущий в жизнь вечную. Заметь же, какие Павел предлагает внушения, и какие Моисей представляет образы, каковы предметы чувственные, и каковы духовные. Будем же и мы, возлюбленные, подражать Аврааму, чтобы нам быть принятыми в лоно его, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и пресна, и во веки веков. Аминь.